12-летняя Стишана Калмогорцева аккордеонист со стажем. В составе трио вместе с сестрами занимала гран-при, а в качестве исполнителя соло неоднократно становилась лауреатом. В Самару приехала впервые и прошла отборочный тур в номинации «Малыш классика». Я играю Баха, Репникова, Шумана, большинство классиков. Я хочу связать свою жизнь с аккордеоном, потому что это часть моей жизни. В этом году большинство музыкальных конкурсов в стране прошли в формате онлайн. Но художественный руководитель конкурса «Виват Баян» Сергей Войтенко решил, что люди устали без живого общения, да и выступающие должны чувствовать отдачу зрителей. На самом деле оффлайн история гораздо лучше, сами понимаете, когда члены жюри могут увидеть и услышать человека прям живого. И участники тоже очень рады, что именно есть возможность выступить в оффлайн-режиме. Конкурс наш отличается тем, во-первых, здесь у нас всегда приятная обстановка, у нас всегда по-домашнему, к нам с большим удовольствием едут участники. И каждый раз я слышу от разных участников, мы еще раз приедем, а тех, кто уже приезжал или кто вновь приехал, мы еще раз приедем, мы хотим, потому что нам здесь очень нравится. Это один из таких базовых, якорных наших фестивалей. Ну, во-первых, потому что сама родина баяна, во-вторых, потому что действительно традиции баянного исполнительства имеют в нашем регионе очень серьезные корни. И, конечно, очень важно, что это фестиваль, который поднимает таланты, что называется, с земли. Проект организован при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». География участников конкурса широка. Побороться за победу в Самару съехались исполнители из Ленинградской, Ростовской, Саратовской областей. В течение пяти дней в дирижабле будут проходить конкурсные прослушивания и мастер-классы, а завершится все гала-концертом лауреатов на сцене филармонии. Ход на все выступления свободный. Виктория Шарая, События.